Добро пожаловать в мой мир, где сверхъестественно и естественно. Мой гость является гражданином Израиля и говорит, что он своими собственными глазами видел величайшее чудо за последние две тысячи лет. Существует ли сверхъестественное измерение? Мир за пределами того, что мы знаем. Есть ли жизнь после смерти? Существуют ли ангелы? Могут ли наши сны содержать какие-то послания? Можем ли мы прикоснуться к древним тайнам сверхъестественного? Реальны ли чудеса исцеления? Сидрот провел 35 лет, исследуя странный мир сверхъестественного. Присоединяйтесь к Сиду. В этом выпуске программы Это сверхъестественное. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Я считаю, что это было более грандиозное чудо, чем выход Израиля из Египта. Что было сложнее, перевести 600 тысяч человек из одной земли в другую по суше и по воде, или же собрать вместе 3 миллиона эмигрантов из 90 разных стран и перевести их в другую землю по суше, по воде и по воздуху. Я бы хотел заметить, что это произошло очень быстро. Об этом сказано в Библии. Исайя писал, что евреи возвратятся из северной земли. Но если бы я не знал Библии, то подумал бы, что вы сумасшедший. Все из-за железного занавеса. Никто не покидал бывший Советский Союз. Также коммунизм подавил религию как таковую, поэтому кто такие евреи? Но с 89 года, после падения железного занавеса, до 95-го, прибыл 1 миллион 200 тысяч человек. Население страны увеличилось на 20. буквально за одну ночь. Это просто чудо. Сегодня в Израиле представлено 90 различных национальностей. 7 из 7 израильтян являются израильтянами в первом или втором поколении. Это удивительно. Мы видим пробуждение еврейского государства в израильской земле. Но еще более удивительным является тот факт, что после того, как ООН заявила о возможности появления государства Израиль, и оно появилось за один день, как было сказано в Библии, за тысячу лет до того, как это произошло, на нашу страну тут же напали. Расскажите об этом. Прежде всего, я хотел бы сказать, что Израиль во всех войнах превосходили по численности как минимум 3 к 1. А в войне за независимость соотношение было 4 к 1. У ООН появилось решение. Оно называлось «План по разделению». Они взяли британский мандат для Палестины и разделили его надвое. Половину отдали евреям, а половину арабам. Наш первый премьер-министр Давид Бен-Гурион тут же ухватился за этот план. Он говорил, что если кто-то признает любое еврейское государство в израильской земле, то нам нужно тут же хвататься за это. Арабы отвергли этот план и напали на Израиль в это время. Пять различных стран, которые окружают нас, атаковали нас и должны были нас уничтожить. Всего за несколько недель. Евреи не были солдатами. Они приехали из разных мест, разговаривали на разных языках. У них было много боеприпасов и танков или нет? Совсем нет. Мы были в меньшинстве. Мой тесть, будучи на службе в израильской армии, был в наряде в Ливане. И там он встретил палестинского араба. Он спросил, как долго вы здесь находитесь? Этот араб сказал, что он из Хайфы. Тест спросил его, как долго вы здесь находитесь? Он ответил, две недели. Объясните это. Тридцать лет назад арабские страны, окружившие Израиль, прибыли на корабле и забрали нас в порту Хайфа. Они должны были привезти нас обратно через две недели. Мы столкнем евреев в море, так они говорили тогда. Я хочу спросить вас о двух вещах, которые только что пришли мне на ум. Во-первых, факт в том, что евреи были в меньшинстве. У них не было ничего. Это был сброд, а не подготовленная армия. А у наших противников были неограниченные средства на оружие. Вы лично слышали о каких-либо чудесах, видимых, реальных чудесах, которые произошли в ходе этой войны. Для начала, чудо уже в том, что мы вообще победили. Верно, у меня есть родственники, которые служили в израильской армии и видели чудеса. Например, мой брат отбывал службу в Ливане в начале 90-х, когда Израиль все еще находился в буферной зоне. Он был в отряде, который чистил дороги. Они проверяли дороги на наличие придорожных бомб. Он случайно зацепил и взорвал одну из бомб, которая находилась всего в двух метрах от него. Но бомба была расположена в другом направлении, поэтому вся ее сила была обращена в противоположную сторону. И мой брат был в полной безопасности. Я думаю, что там был ангел, который своей рукой защитил моего брата и его жизнь. Кстати, говоря об ангелах, я слышал, что люди видели ангелов. Евреи видели ангелов, которые помогали им. Что вы можете сказать? В шестидневной войне мой тесть Арии Бар-Давид был со своим подразделением на Синае. Ночью был бой, ему пришлось сманеврировать через очень опасную местность под обстрелом, и он увидел ангела. Он был командиром подразделения. Ангел двигался вправо, и он кричал всем вправо, а слева падала бомба. Когда ангел двигался влево, он кричал всем влево, они передвигались, а справа падала бомба. Когда они вернулись в строй, солдаты спросили у него, откуда вы знали, куда нам двигаться? Он ответил, «Все потому, что я видел ангела». И такое происходило много-много раз. Вы юрист, вы популярный комментатор новостей и публицист в Израиле. Я должен задать очень сложный вопрос. Знаю, какая плохая ситуация с палестинцами. Они загоняют в этот город все больше и больше людей, у них ничего нет, и они никуда не деваются. У них множество проблем, а ваше сердце тянется к палестинцам. И вы думаете, ну почему Израиль не отдаст им эту землю? Почему? Но я имею в виду, что лично мои внучки учатся в колледже. Они подходят ко мне и спрашивают, «Дедушка, а как ты можешь выступать за Израиль?» Тогда как израилетяне делают ужасные вещи по отношению к палестинцам. Должен признаться, что будучи верующим в Мессию, «Мое сердце тянется к еврейскому народу». «Еще так случилось, что я сам еврей, поэтому все очевидно, но мое сердце также тянется к палестинцам». Они в ужасном положении. Объясните, как вы можете оправдать действия Израиля по отношению к ним? На самом деле, Израиль не является главным нарушителем прав палестинцев. Палестинское правительство во главе с Махмудом Аббасом, раньше с Ясером Арафатом, Хамас и арабские государства, окружающие Израиль, вот главные нарушители прав человека у палестинцев. На примере территорий, которые были отданы палестинскому суверенитету после соглашения в Осло, мы видим прямую взаимосвязь между этими явлениями. «Подождите, но ведь они должны выступать в защиту прав человека, ведь это они получают миллиарды долларов со всего мира, чтобы отдавать их этим людям, а? В этом вся проблема. Палестинское правительство получает, как вы и сказали, миллиарды долларов со дня подписания соглашения в Осло, и по сей день, а это почти 20 лет, они получили в 25 раз больше денег, чем получила Европа от Америки в ходе плана Маршала после Второй мировой войны на полное восстановление европейской экономики. Это означает, что с учетом курса валют, инфляции, исторических событий, с теми деньгами, которые были отданы Палестине за последние 20 лет, мы могли бы в 25 раз больше восстановить европейскую экономику. В 25 раз? Да, но деньги исчезли, и средний палестинец все еще живет в крайней нищете из-за того же режима, из-за той же палестинской власти, которая лишила их свободы самовыражения, свободы вероисповедания, женских прав, прав детей. Эти деньги идут в карманы и на банковские счета наивысшего эшелона власти. Приведите один пример. Один только пример. Согласно арабским источникам новостей Махмуд Аббас, президент Палестины получает ежемесячную зарплату в 1 миллион долларов. Миллион в месяц? Да, месяц. Интересно, возьмут ли меня на такую работу? Вы бы не захотели там работать. Я знаю. Итак, это в 30 раз превышает зарплату Барака Обамы, и в 90 раз зарплату премьер-министра Биби Нетаньяху. Его чистая стоимость уже превышает 100 миллионов долларов, потому что он сидит на верхушке палестинского правительства со всеми этими деньгами, которые приходят со всего мира. Я хотел бы вернуться к вашему вопросу, почему Израиль не отдаст эту землю? Вообще-то, Израиль был согласен с созданием палестинского государства 47-го года по сегодняшний день. Эта тема все время поднимается и поднимается. Проблема в том, что все это время палестинские власти не были согласны с существованием еврейского суверенитета на Среднем Востоке. Нетаньяху говорит, если вы хотите, чтобы мы сели за стол переговоров, тогда признайте нас законным еврейским государством, но они не хотят этого делать. Израиль сейчас говорит о 67-м годе. Давайте вернемся к границам 67-го года, а наши палестинские коллеги все еще говорят о 47-м. Нам не нужно существование еврейского суверенитета на Среднем Востоке. По этой причине всякий раз, когда мы отдаем какую-то территорию, она становится площадкой для запуска ракет. У меня вопрос. Когда евреи прибыли в Израиль, они прибывали из нацистской Германии, и из имущества у многих из них была только одежда. И Израиль помог евреям встать на ноги. А что делают арабские страны с миллиардами долларов от продажи нефти для палестинцев, которые живут сейчас в их странах, ожидая восстановления палестинского государства, они не сделали абсолютно ничего. Тогда как Израиль принял 850 тысяч евреев, которые были насильно выдворены из стран Среднего Востока, в 48-м году и сотни тысяч евреев из Европы и интегрировал их в общество. 720 тысяч палестинцев, которые оставили эту территорию, в то же самое время никогда не были интегрированы в общество. Они остаются беженцами уже целых три поколения. То есть вы хотите сказать, что они прожили там все это время и даже не могут голосовать? Так что ли получается? Да, я хочу сказать, что за исключением Иордана, во всех арабских государствах на Среднем Востоке, несмотря на то, что эти беженцы арабы, несмотря на то, что они мусульмане, несмотря на то, что они находятся в мусульманских арабских странах, они не могут голосовать, они не могут свободно получить работу. Представляете? Почему? Почему они поступают так со своими людьми? Потому что эти государства используют их как политическую пешку в игре по уничтожению государства Израиль. Они говорят, мы хотим, чтобы Израиль признал правомочным возвращение пяти с половиной миллионов потомков палестинских беженцев 1948 года. Все они вернутся на эту территорию, евреи станут меньшинством в своем же государстве, и на Среднем Востоке не будет больше еврейского государства. Это их цель. Когда вы превращаете человека в пешку, вы делаете его безликим. А когда вы делаете его безликим, то в результате этого процесса люди умирают. То есть вы говорите, что палестинцы, живущие в арабских странах с миллиардами нефтедолларов находятся в крайней бедности, в крайней умирают от голода. Но почему они хотят, чтобы это послужило примером, или же есть другие причины? На самом деле им нет до них дела. Их волнует только уничтожение Израиля. Такова печальная реальность. Я считаю, что западные страны, которые поддерживают агентство ООН для помощи палестинским беженцам, которое должно заниматься этими беженцами и поддерживать эти арабские страны, должны сделать упор на то, чтобы эти страны интегрировали этих беженцев в свое общество. Поэтому решение кризиса палестинских беженцев это не право на возвращение, а право на интеграцию. Они должны быть интегрированы в общество так же, как Израиль интегрировал своих людей. Когда мы вернемся, я хочу поговорить о сообщениях, которые читаю в газетах, о том, что израилетяне бомбят и убивают палестинцев. Я читаю об этом в газетах постоянно, и я хочу знать, а правда ли это? Так что вы узнаете шокирующие подробности. Мы скоро вернемся. Глаза всего мира обращены на Средний Восток. Израиль был вовлечен в серьезный конфликт, ему пришлось защищаться от Хамаса, исламистской военно-экстремистской группы из Газы. Более трех тысяч ракет были выпущены на Израиль с целью причинить вред жителям Израиля. Что принесет будущее? Возможен ли мир? Мы скоро вернемся в программу «Это сверхъестественно». Если вы любите смотреть нашу программу «Это сверхъестественно», то сейчас вы можете смотреть сотни наших архивных программ онлайн. Сколько пожелаете на своем компьютере, смартфоне, айпаде или на вашем любимом планшете. Вдобавок к архивным программам вы также сможете посмотреть специальные служения по наставничеству, записанные в медиа-центре «Это сверхъестественно» в городе Шарлотт при участии лучших учителей с различными дарами Духа. Вы также сможете войти в Божие присутствие благодаря помазанному прославлению, поклонению и молитвам. Зайдите на наш сайт. Эти программы станут инструментом, который поможет вам стать нормальными, но нормальными в библейском понимании этого слова. Вы будете научены и наделены силой Святого Духа, чтобы ходить в сверхъестественной сфере, как никогда раньше. Все информации сейчас на ваших экранах. Многие зрители сообщают о чудесах, знамениях и исцелениях, произошедших в результате просмотра программы «Это сверхъестественно». На Рождество в 2012 году я была так больна, что думала, что умираю, но после прослушивания вашей программы и повторения молитв, которые произносили ваши гости, я была исцелена. Даже мои дети стали ближе к Господу. Однажды они пришли в мою комнату, когда я смотрела вашу программу. В тот день моя дочь начала говорить на иных языках, а поведение моего сына полностью изменилось. Спасибо вам за программу «Это сверхъестественно» и за духовные знания. Я повредил спину и страдал от последствий 34 года. Я смотрел выпуск программы об исцелении. Моя спина была мгновенно исцелена. Спасибо, Иисус. Если Бог коснулся вас через программу «Это сверхъестественно», то напишите нам свое свидетельство по адресу, указанному на экране. Это сверхъестественно. Итак, я читаю в газетах о жестокости израилетян по отношению к палестинцам. Что скажете вы? Калиф Майерс. Мы говорим о чудесах, не так ли? Одно из чудес, которые мы видим сегодня, это демократия в Израиле. Большинство иммигрантов, прибывших в Израиль, приехали из недемократичных стран. Они были изгнаны фашистами или Третьим Рейхом из Европы, коммунистами или из африканских стран, но каким-то образом мы собрались вместе и создали демократию. Это единственная действующая демократия на Среднем Востоке. А по поводу новостей о том, что Израиль плохо относится к палестинцам или арабским гражданам Израиля, вам нужно копнуть немного глубже и узнать все факты. А факт в том, что арабы, живущие в Израиле, имеют самую высокую продолжительность жизни, самый низкий уровень детской смертности, и они куда более образованы, чем остальные арабы на Среднем Востоке. То есть, как вы можете понять из этого, уровень их жизни... А почему же они не говорят о том, как хорошо им живется в Израиле? Некоторые представители арабского сообщества в Израиле говорят об этом, а арабы, живущие в палестинской автономии, на территориях, получивших автономию, не могут так свободно выражаться. Если они будут выступать в поддержку Израиля и против коррупции их лидеров, то, скорее всего, они могут быть похищены, избиты и замучены. Некоторые даже исчезают. Это яркий пример отсутствия свободы слова. Так что, вот вам вся картина. Ясно? Расскажите мне о жестокости израилетян. Я говорю о бомбах, попадающих в женщины, детей, на палестинской территории. Я имею в виду такие вот бомбардировки. Есть санкции правительства против насилия по отношению к палестинцам, кроме тех территорий, которые выпускают на нас ракеты. Вот в чем проблема. Хамас в Газе выпускает ракеты на Израиль со зданий, на крышах которых они ставят женщин и детей намеренно. Как они могут так поступать? Это же их собственные женщины и дети. Они надеются, что Израиль не будет бомбардировать эти здания, потому что там есть женщины и дети или же, что женщины и дети погибнут, а это попадет в выпуске новостей, что приведет к делегитимации государства Израиль. Проблема в том, что наш враг прячется за спинами женщин и детей. Иногда мы вынуждены приходить в жилые кварталы и разбираться с ситуациями, когда нам угрожают жестокие террористы. Но вот что я вам скажу. Никакая другая армия в мире не предпринимает столько мер предосторожности, чтобы сохранить во время военных действий жизни в лагере врага, так, как это делает Израиль. Понимаете? Я никогда ничего подобного не слышал. Калиф, но самый важный вопрос, который я хотел бы задать, это вопрос о чудесах. Он юрист, но он также изучает Писание. Калиф Майерс, расскажите кратко о Божьей позиции по отношению к израильской земле. Я думаю, что причина, по которой мы видим восстановление Израиля, это обетование, которое более 40 раз упоминается в Писании. Бог избрал конкретный народ, избрал конкретную землю и сказал, «Я дам вам эту землю». Самое сильное место, в котором это упоминается, это 104-й Псалом, где Бог говорит, «Я заключаю вечный завет, я даю вам свое слово». Также Он сказал, «Я подтверждаю это клятвой и уставом». Слово «устав» означает то, что высечено на камне, то есть это тот же уровень, что и 10 заповедей. На иврите это звучит как «хох». Он использует все эти слова в одном предложении, чтобы сказать «Вам, Аврааму, Исааку, Иакову, я даю землю Ханаан в наследство навсегда». Если это сказал Бог Авраама, Исаака и Иакова, то я думаю, что это произойдет, и вот почему мы видим все эти чудеса. Ясный вопрос к вам как к юристу. Я слышал, что вы сказали об уставе, высеченном на камне. Это 104-й псалом с 8-го по 11-й стих. Этот устав высечен на камне навсегда. В этом же псалме сказано «Вечный завет», а для тех, кто не понимает, сказано «на тысячу поколений». Вы хотели бы защищать этот вопрос в суде? Я не думаю, что Бог нуждается в моей защите. А теперь я хотел бы, чтобы вы поделились заключительной мыслью из вашего сердца о чудесном государстве Израиль и том положении, которое должен занимать мир, которое должны занимать христиане и все верующие в Бога по отношению к Израилю. Сейчас происходит столько невероятных вещей. Такого не должно быть, но почему на рынке высоких технологий чаще других стран мира торгуют израильские компании вместе с компаниями из Америки? Почему у нас производится больше сельскохозяйственной продукции, больше молочной продукции на голову населения, чем в любой другой стране мира? Почему мы издаем больше книг? Почему у нас больше театров, больше оркестров на душу населения, чем в любой другой стране мира? Почему эта страна так благословлена? Почему наша ВВП сильнее, чем ВВП всех 22 стран Среднего Востока вместе взятых? Я думаю, что это потому, что в этом задействован Бог. Если это делает Бог, то я посоветовал вам копнуть бы глубже, не просто слушать новости от международных СМИ, которые зачастую поверхностные и указывают в одном направлении. Копните немного глубже, чтобы узнать, что на самом деле сейчас происходит. Вы когда-то обращали внимание на слово «Иерусалим»? В самом центре этого слова на английском языке есть аббревиатура «США». Интересно, зависит ли будущее США от отношения к Иерусалиму? Любопытно. И еще одна вещь высечена на камне. Это Бутие 12 глава 3 стих. Бог говорит, «Я благословлю тех, кто благословляет еврейский народ, и прокляну тех, кто их проклинает, и в их семени все народы земли, все язычники будут благословлены». Ох, я волнуюсь, но не за Израиль. Я волнуюсь о тех народах, которые открыто не повинуются живому Богу. В живом переводе Библии, а именно в книге Захарии, сказано, что тот, кто прикасается к Израилю, делает то же самое, что и тот, кто тычет Богу пальцем прямо в глаз. Это забирает хуцпу, то есть нервы. А это глупо. Я был под проклятием, был и под благословением. Поверьте мне, благословение значительно лучшее. Я молюсь за мир в Иерусалиме, потому что любящие его всегда будут процветать. Политики по всему миру призывают к безоговорочному прекращению огня. Израиль обнаружил и уничтожил 31 подземный туннель. Также было уничтожено большое число амуниции, бомб и ракет, размещенных группой «Хамас», что принесет будущее. Возможен ли мир? Мы скоро вернемся на нашу программу. Я страстно хочу, чтобы вы круглосуточно ходили в божественном здоровье. Именно поэтому я отобрал мои любимые места Писания об исцелении из различных переводов Библии, персонализировал их для вас и поместил их в бесплатную электронную книгу. Я хочу, чтобы вы ежедневно размышляли над ними, провозглашали их над своей жизнью и стали свидетелями того, как сверхъестественная исцеляющая сила сойдет на вашу жизнь. Загрузите эту бесплатную электронную книгу прямо сейчас. Смотрите в следующем выпуске. «Джонатан Канн позвонил мне однажды и сказал, «Сид, Бог дал мне откровение, я называю его Тайна Шмидты». Это настолько серьезно, что влияет на все, что мы делаем, а также повлияет на подъем и нападение Соединенных Штатов Америки». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok